Власти возьмут под личный контроль дело о прорыве трубы на Измайловском проспекте, в результате которого погибли два человека. Об этом заявил министр строительства ЖКХ России Владимир Якушев. Следователи возбудили уголовное дело. С места событий репортаж Александра Чуева. По словам очевидцев, ночью 20-го дома по Измайловскому проспекту прорвало трубу. Во дворе образовалась воронка, в нее целиком провалились два автомобиля. 76 домов оказались в зоне аварии, два человека погибли. В подвальном помещении здания располагается кафе. Его администратор Руслан Мамонов рассказал, что трое молодых людей арендовали зал, чтобы отметить день рождения одного из них. По словам сотрудника заведения, в три часа ночи произошел прорыв в теплосети. Об этом ему сообщили по телефону. Личности погибших установлены. Это Андрей Начинкин и Максим Шустров. Оба 98-го года рождения. Было два молодых человека и девушка. Девушка вышла, а парни хотели сходить за одеждой, чтобы девушка не замерзла. Забежали внутрь. Ты в этот момент уже накрыл их. Мне позвонили, я подъехал, уже вода была, ну, человеческий рост в помещении. Дальше ее качали часов пять. Сегодня в городе стартовал отопительный сезон. Температура воды в теплоносителе достигала 75 градусов. Шансов выжить у ребят не было. Накануне во время испытаний прорвало трубу возле соседнего дома. Там обошлось без пострадавших. Представитель теплосети пояснил, магистрали 26 лет. Но перед началом сезона она успешно выдержала все испытания. В компании выражают соболезнования родственникам и близким погибших. В любом случае мы будем связываться с родственниками и всю необходимую финансовую помощь мы им окажем. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц». Виновным грозит до 10 лет лишения свободы. На месте работают следователи и спасатели. Прокуратура Адмиралтейского района проводит проверку. Прокуратура района проводит проверку соблюдения требований закона при содержании теплосетей. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Вице-губернатор Игорь Алдин поручил городскому комитету по энергетике создать межведомственную комиссию, которая займется служебным расследованием причин трагедии. Кроме того, специалисты проанализируют итоги всех тепловых и гидравлических испытаний в городе, и готовность сетей к нагрузкам. А также проверят результаты профилактических ремонтов, проведенных в последний межотопительный период. Госстроенадзор займется экспертизой строительных конструкций 20-го дома по Измайловскому проспекту на предмет скрытых дефектов и примет решение о дальнейшей судьбе здания. Пока проход во двор закрыт. Там до сих пор остается угроза провала грунта. Александр Чуев, Сергей Осипенко, Александр Семенов, телеканал Санкт-Петербург.